ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Барухашем, возлюбленные, благословенное имя Господа. Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, мы сегодня поговорим о роли еврейского народа. Ты много об этом думаешь. Мы с тобой женаты уже 36 лет. И все это время ты верила и знала, что Бог имеет особое предназначение для еврейского народа. А что ты думаешь о нашей сегодняшней теме? Я не понимала Божий взгляд на еврейский народ, пока не постречала тебя. И тогда мне совершенно по-новому начало открываться Писание. Читая, я стала замечать, как сильно Бог любит еврейский народ. Он никогда не терял любви к этому народу. Он любит их, как и прежде. И у него, как и прежде, есть план для них. Мы находимся в центре Божественного плана. Этот план прослеживается в Ветхом Завете, в Новом Завете и в наше время. И Бог запланировал, что евреи сыграют важную роль в последнем приходе Иисуса. Аминь. Давайте помолимся за наших сегодняшних зрителей. Отец, спасибо тебе за еврейский народ. И мы просим тебя об откровении в сегодняшней проповеде. Шалом алейхам, дорогие друзья. Благословенное имя Господне. С вами Равин Кеордж Шнайдер. Мы продолжаем говорить о том, как Иисус выполняет библейский иудаизм. Сегодня мы закончим говорить о плане спасения. Мы уже говорили о том, как этот план спасения исполнился в Ветхом Завете и как он исполняется в Завете Новом. И мы выяснили, что в Ветхом Завете или в Танахе евреи спасались так же, как люди спасаются и сегодня. Сегодня я не буду повторять пройденный материал, потому что уже очень хочу перейти к новой теме. Если хотите, просмотрите прошлые выпуски сами. А мы уже добрались до последнего раздела плана спасения. Мы говорим о роли Израиля и еврейского народа в плане спасения и в Царстве Божьем. Как вы знаете, Бог избрал Авраама, а потом и его потомков, чтобы они стали его избранными людьми, которые будут нести откровения о нем всему миру. Бог сказал Аврааму, «В твоем семени благословятся все народы земли». Это семя — это Иисус. Итак, спасение началось и пришло в мир через евреев. В Евангелии от Иоанна 4 главе, 22 стихе, Иисус сказал женщине у колодца такие слова. Спасение от евреев. Если сам Иисус сказал, что спасение от евреев, то как можно их проклинать? Павел говорит, что мы должны почитать народ Божий, через который к нам пришло спасение. Апостолы были евреями. Писание написано евреями. Сам Иисус — еврей. Так зачем же проклинать еврейский народ, если Божья благость пришла на землю через этот народ? Я призываю вас оставить всякого рода антисемитизм, который вы могли подцепить, проживая на этой земле. Священники в храме каждый день приходили к медной умывальнице, чтобы отмыться от всей грязи, что осело на них после пыльных дорог. И это прообраз для нас с вами. Мы должны ежедневно омываться от всего, что оседает на нас, на этой земле. Возможно, вы выросли в семье, где годами наблюдалось предвзятые отношения к еврейскому народу. Эта ненависть уходит корнями в глубокое прошлое. Давным-давно церковь начала называть евреев убийцами Христа. И появилось учение о том, что Божьи обетования больше не принадлежат им, потому что они отвергли Иисуса. Помню, как я однажды был в Израиле, и вместе со мною был лютеранский пастор. Он сказал, Павел встретился с Иисусом, и после этого от него пахло свининой. Мне показалось, что он был очень враждебно настроен по отношению к еврейскому народу. Он считал, что Бог больше не желает иметь ничего общего с еврейским народом. А мы сегодня посмотрим Слово Божие, дабы убедиться, что именно через евреев Божие благоволение пришло на землю, и еврейский народ продолжает и сегодня играть важную роль в Божьем плане и в его исполнении в последнее время. Я понимаю, что большинство евреев сегодня еще не приняли Иисуса. Как вы знаете, я еврей. Я верю в Иисуса и люблю Его, но вы должны знать, что даже евреи, которые отвергли Иисуса, имеют особую отметину Божью на своей жизни, которая была обещана еще Авраамом. Если мы внимательно посмотрим на еврейский народ, то даже несмотря на то, что большинство из них так и не приняло Иисуса, мы не можем отрицать, что в них есть что-то особенное. Недавно я читал список журнала Форбс, список самых богатых людей в мире, и среди первых 50 мест 10 принадлежат евреям. Как же это объяснить? 20% самых богатых людей мира — это евреи. Хотя евреи составляют лишь 1,5% населения Земли. Так что же это такое? Вспомните также Зигмунда Фрейда, Карла Маркса, Стивена Спилберга, Боба Дилана, Марка Цукерберга, и этот список бесконечен. Среди успешных людей всего мира очень много евреев. И это доказательство того, что Библия говорит правду, и что Бог все еще продолжает делать что-то особенное в жизни израильского народа, а особенно в жизни таких евреев, как я, которые исповедуют Евангелие. Даже сегодня среди многих целей проповедников весьма успешными и влиятельными являются проповедники евреи. Наше служение и другие подобные служения имеют огромное влияние. Оно куда больше, чем число верующих евреев в мире. Это опять же говорит о том, что Божья рука на еврейском народе. И Бог желает, чтобы мы с вами признали это, ценили это, и были этому рады. Бог сказал Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну». Это было вступление. А теперь давайте перейдем к Писанию. Сегодня мы рассмотрим послание к римлянам и слова Павла о том, как следует относиться к еврейскому народу. Я хочу продолжить с того места, на котором я закончил в прошлый раз. Итак, это Исайя, 49 глава, 6 стих. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израильвы и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя, Израиль, светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть, Господь говорит, что через Израиль его спасение достигнет краев земли. Аллилуйя! Подумайте, кто писал все книги Ветхого Завета. Евреи. Откуда взялась колыбель морали западной цивилизации из десяти заповедей? Откуда взялись десять заповедей? От евреев. Обещания. Патриархи. Десять заповедей. Тора. Все это мы получили через еврейский народ. Авторы еврейской Библии, выходцы из еврейского народа. Поговорим о временах Иисуса. Кем были его апостолы? Евреями. Когда Иисус умирал, у него над головой висела надпись «Иисус из Назарета, царь иудеев». И, как я уже говорил, в Евангелии от Иоанна 4, главе 22 стихе, Иисус сказал Самаренке «Ты не знаешь, чему ты поклоняешься». А мы знаем, потому что спасение от евреев. Церковь. Нам нужно принять это откровение. В евреях нет ничего особенного. Они ничем не лучше других народов. Просто Бог Сам решил избрать их для Своих целей. Он Сам решил действовать через этот народ. Очевидно, что сегодня в церкви еврей и язычник едины во Христе. Нет никакой дискриминации. И язычники могут получить столько же откровения и оказать столько же влияния на этот мир, сколько евреи. Но при этом мы не можем откинуть тот факт, что Бог продолжает использовать евреев довольно особенным образом. Читая Евангелие, я все больше замечаю, что люди следовали за Иисусом, потому что видели Его чудеса. Да, люди видели чудеса. Иисус сказал, «Если не верите Моим словам, тогда поверьте Моим делам, верьте им». Этот человек не рожден свыше. Его зовут Тони Абилла. Шесть дней он не мог согнуть ногу. Он просто тащил ее за собой. Он был в больнице. У него даже есть с собой катетер. А вот, посмотрите, сила Божия прошла через его ногу и исцелила ее. Он сказал нам, что из-за этого он хочет принять спасение. Прекрасно. Повторите за мною, Отец Небесный. Спасибо за то, что исцелил меня сегодня. Спасибо за то, что показал мне свою любовь. Я принимаю ее. Иисус, войди в мою жизнь. Прости меня. Измени меня. Я хочу следовать за Тобою. Аминь. Давайте прославим Бога за это. Давайте откроем послание к римлянам, 11 главу. Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Слава Богу. Начнем с 18 стиха. Павел обращается к церкви. Не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Иными словами, Павел говорит, не нужно превозноситься над Израилем, потому что это основание или поддержка вашей веры. Дорогие мои, когда вы придете на небо, то увидите город Новый Иерусалим. Иисус показал его Иоанну в книге Откровения. Когда Иоанн посмотрел на ворота этого небесного города, то увидел на них имена 12 колен Израиля, а также имена 12 апостолов, которые тоже были евреями. И Павел говорит, не стоит быть надменными по отношению к евреям, потому что они поддержка вашей веры. А когда вы придете на небо, то увидите, что ворота небесного города исписаны именами не только еврейских апостолов, но и именами 12 колен Израиля. Аллилуйя! Продолжим читать. 28 и 29 стихи. «В отношении к благовестию они враги ради вас». То есть даже во времена Павла многие евреи отвергали Иисуса из-за своих устоев. Не все, но очень многие. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Да, они противятся Евангелию, но Бог все равно избрал их. Его дары и призвания для Израиля не отменяемы. Бог не заменил Израиль церковью. То есть Бог не отверг Израиль, забрав у них все свои обещания и передав их церкви. Как многие из вас знают, это называется теологией замещения. Но Бог не заменил Израиль церковью. Бог все еще имеет призвание для этого народа. Послушайте это, пожалуйста, еще раз. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Бог все еще имеет обетование и призвание для еврейского народа. Они не отменены. Они все еще имеют будущее предназначение для них. Пророк Захария писал о последнем времени и о том, что будет происходить на земле в последнее время. В последнее время Бог поднимет верующих евреев, как я и другие люди, по всей земле, и Он будет использовать нас, чтобы нести Евангелие до краев земли. Это приведет к большому пробуждению, которое закончится возвращением Иешуа. «Если вы мне не верите, то давайте вместе откроем книгу пророка Захария». Кто-то сейчас думает, он просто хвастается и говорит о себе. «Нет, дело не во мне, так говорит Писание, а я лишь прошу вас жить в соответствии с Писанием, благословлять еврейский народ, молиться за них и за исполнение Божьего призвания в их жизни. И благодаря этому вы будете благословлены». Захария говорит о последнем времени. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, в последнее время. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Мы уже видим исполнение этого. Когда мы ездим по всему миру, то видим уважение к евреям и понимание, что их призвание напрямую связано с христианами. Все именно так, как и предсказано в книге пророка Захарии, в 8 главе, 23 стихе. «Люди подходят ко мне, хватаются за мою одежду и говорят, «Мы хотим пойти с вами, потому что знаем, что Бог имеет особое призвание для евреев. Мы верим, что вы можете передать нам силу Божию, а также благословение». И благодаря такому отношению они получают что-то особенное, потому что принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка. Аллилуйя. То есть Захария уже отчасти исполняется в разных частях мира. Я мог бы показать вам множество видеоматериалов о том, что с нами происходит. Например, когда мы приезжаем в Африку, люди выстраиваются на улице, чтобы поприветствовать нас, они так рады тому, что верующие евреи приехали в их город, чтобы проповедовать Евангелие. В книге Откровения сказано, что в последнее время, во время Великой Скорби, будет 144 тысячи верующих евреев, которые будут проповедовать Евангелие. Многие считают, что эти 144 тысячи евреев начнут величайшее пробуждение в истории всего человечества. Дорогие мои, поймите, Бог еще не закончил с еврейским народом, и слава Богу за это. А если вы благодаря нашему служению узнали о еврейских корнях своей веры, то знаете, что вы узнали истину. Помните, что Иисус сказал Самаринке? Она поклонялась Богу, но не имела того откровения, что имели евреи. Иисус сказал ей, «Женщина, ты не знаешь, чему ты поклоняешься?» Он не хотел ее унизить, и Он не имел в виду, что она не искренняя. Он имел в виду, что она невежественно и невежественно поклоняется Богу. Иисус говорит, «Если вы хотите иметь это знание, то вам нужно взять его от корня, от еврейского народа, потому что спасение, по его словам, от евреев». То же самое имел в виду Павел в послании к римлянам 11 главе. «Не будьте надменны по отношению к евреям, потому что евреи и все, что они принесли, поддерживает нашу веру в Иешуаха Машеаха, который есть царь царей». Но к чему все это? Каков финальный план Бога для еврейского народа? Божий финальный план для еврейского народа это массовый урожай. Мы видим спасение множества евреев в наши дни. Их число продолжает расти все больше и больше и больше. Сейчас все более и более евреев приходят к вере в Иисуса. Такого еще никогда не было. И это только начало, а кульминацией будет возвращение Иешуа. Захария говорит, что каждый еврей увидит его. Я верю. Согласно тому, что я вижу в Писании, что каждый еврей, который увидит Иисуса, когда тот вернется на землю, будет спасен. Кажется, что это несправедливо. Как они могут быть спасены, если поверят в Него лишь тогда, когда Он вернется? Но это очень похоже на притчу Иисуса о работниках виноградника. Кто-то работал весь день, кто-то шесть часов, а кто-то всего один час. Те, кто отработали весь день, получили такую же плату, как и те, кто работал всего час. И они были расстроены этим, но Иешуа ответил им, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем, делать, что хочу». Писание говорит, если еврей умрет, не приняв Иешуа, он будет отделен от Бога и будет во тьме. Поэтому Иешуа сказал евреям, «Если не поверите в Меня, то умрете в своих грехах». Но те евреи, которые будут еще живы на момент возвращения Иисуса, по моему мнению, будут спасены. Так говорит Захария, 12 глава, 10 стих. «Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Слава Богу!» Послушайте, что говорит Господь. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Когда Иисус вернется, евреи поймут, что тот, кого они отвергали, это сам Бог. Они будут плакать. Эта новость пронзит их сердца, и они будут плакать без остановки. И так они будут спасены. А до этого момента все больше евреев, таких как Я, начинают верить в Иисуса. И согласно посланию к римлянам, когда соберется определенное число верующих евреев, которые будут молить о Его приходе, это приведет к Его возвращению. Вот почему важно поддерживать это служение и другие подобные Ему. Так выдаётся нам возможность нести Евангелие по всему миру. И благодаря этому служению многие евреи, а также представители других народов уже приняли Иисуса. Спасибо вам, дорогие. Люблю вас и благословляю. Шалом, шалом и шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет своё имя на них и благословит их. Благодаря им. Благодаря им. Благодаря им. Благодаря им. Понавей лэха вей асем лэха шалом. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас, и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» достигает Израиль и весь мир. В следующем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о столпах библейского иудаизма и как они исполнились в жизни и смерти Иисуса. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Шалом, возлюбленные! Я прочту из Евангелия от Марка, 12 главы, 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новые Заветы, и как Иисус совершает иудаизм.